Здравствуйте! Новости на телеканале Ника Плюс. В студии Ольга Пименкова и в начале коротко о некоторых темах нашего выпуска. Завода действительно такого же нет. Это, в общем-то, мечта была в старые времена. Сладкая мечта. В Карелии начали строить предприятия по изготовлению джемов и наполнителей из лесных и садовых ягод. Пока гром не грянет. Из-за протекающей кровли в доме может случиться пожар, но работники ЖКХ на жалобы не реагируют. На свою первую гитару я заработал вполне классическим методом работы дворника. Рок УХ. Фестиваль молодых музыкантов прошел в Петрозаводске. На сегодняшний день официально диагноз грипп АН1Н1 в Карелии подтвержден у 37 человек. Из них 17 заболевших живут в Петрозаводске. Также вирус обнаружен в Контопоге, Сартовало и Беломорске. Сегодня главный санитарный врач Карелии издал постановление о мерах по ограничению распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ознакомиться с ним рекомендовано руководителям всех предприятий и организаций республики. Найти постановление можно на сайте Управления Роспотребнадзора Карелии по адресу 10.роспотребнадзор.ру. К другим новостям. Сегодня глава республики Сергей Катанандов посетил новое предприятие по переработке форели, а также два строящихся комплекса. Один свиноводческий в поселке Березовска Кондопожского района, второй по переработке лесной и садовой ягоды на станции Томицы. Вместе с главой новой предприятия Карелии посетила и Светлана Воробьева. Здесь будет в общей сложности шесть производственных линий. До выпуска первой продукции здесь пока далеко. Стройка в Томицах только началась. Но зато потом это производство можно будет назвать, если не уникальным, то, по крайней мере, достаточно редким для России. Продукты глубокой переработки лесных и садовых ягод, джемы, топпинги, наполнители сейчас используют практически все молокозаводы для производства йогуртов и мороженого, а также кондитерские предприятия. И на сегодня этот рынок практически на 100% занят импортом. Карелия решила эту ситуацию изменить. Завод действительно такого же нет. Это, в общем-то, мечта была в старые времена. 20 тонн рыбы в сутки. Теперь форель, что вырастили в Карелии, можно перерабатывать здесь же. До этого в основном ее везли в Питер, Москву. Новый рыбоперерабатывающий комплекс построили в поселке Березовка Кондопожского района. Форель соленая, копченая, а также икра. Позже здесь планируют перерабатывать и морскую рыбу. О том, сколько это предприятие даст прибыли в казну района, пока никто не говорит. Сейчас властям важно, что в небольшом поселке появятся рабочие места. Люди будут иметь заработную плату. Здесь, ну, как минимум, наверное, 40-50 человек будет работать. Еще столько же будет занято на новом свиноводческом комплексе. Его строят здесь же, в Березовке. Стоимость проекта около 500 миллионов рублей, поголовье 12 тысяч. Реализация данного проекта позволит в два раза увеличить производство свинины в республике Карелии. Правда, пока республиканский Минсельхоз не готов говорить о ценах на эту продукцию. На сегодня местные мясные товары пока уступают привозным по цене. Но главным преимуществом министр называет их качество. Стоит заметить, республика не может напрямую участвовать в финансировании таких проектов, однако в поддержке не отказывает. Система взаимодействия с бизнесом определена. В рамках национального проекта выделяются льготные кредиты. И только часть процентной ставки датирует государство. Либо республика, либо государство. А остальное все... Ну а молодые предприниматели Карелии и те, кто только хочет ими стать, встретились сегодня с профессионалами. В Петрозаводске впервые начал работу форум юных бизнесменов. В течение двух дней им расскажут, как организовать свое дело и, что еще важнее, удержаться на плаву. Некоторые советы от бывалых предпринимателей услышала и Оксана Мересева. Этим предпринимателям от 19 до 30 лет. Молодые только в начале пути построения своего бизнеса, но уже знают. Главное не бояться. Бывалые, выжившие в лихие 90-е и сейчас напоминают юным коллегам. Директорам стать легко, открыв на бумаге свое ООО. И бросить можно быстро. Но без смелости и слаженной команды в работе не обойтись. Александр без юридического образования сам прошел коридоры налоговой и прочих организаций и открыл фирмы по ремонту и перепланировке. У меня уже давно была такая мечта, где-то с класса 6-7 заниматься своим делом. И я начал сначала учиться в программе трехмерной графики. На рынке всего год, а уже не раз столкнулся с недобросовестными конкурентами. Тем более трудно работать сейчас, когда каждый клиент дорог. Организаций становится меньше, но больше становится не предпринимателем, а наоборот от таких физических лиц, которые сбивают цену. Впервые молодые предприниматели Карелии встретились в одном месте, чтобы обсудить насущные для них и важные для экономики республики вопросы. Ведь доход от малого и среднего бизнеса в казну Карелии более 50%. Городоначальник дает свои рекомендации. Туризм, сфера народных промыслов. Вот те сферы, которые я назвал, они не требуют создания больших производственных помещений, комплектования больших трудовых коллективов. Если нет комплектования, то и нет потребности в большом обучении, в больших затратах. Взаимодействие государства и бизнеса на деле – одна из тем семинаров на форуме. Тем более есть неплохие результаты. Уже около 400 безработных, стоящих на учете в бирже труда, на свои бизнес-планы получили деньги. А это от 60 до 80 тысяч рублей. Рассматриваем различные проекты, как этот проект можно осуществить, какая для этого существует методология, какие принципы для этого существуют. При этом я всегда предупреждаю, что предприниматель – это особое состояние человека. Предприниматель – это человек, который может как раз принимать решения в неопределенных условиях. А это дано далеко не каждому. Хорошо, если хотя бы половина из новых бизнесменов останутся на рынке на второй год. А чтобы ряды предпринимателей пополняли и молодые, опытные и успешные будут помогать им и сегодня, и завтра. Продолжение следует... Прокурор и лишенные материальных выплат жители Зоонежье даже хотели объявить голодовку. Нужно ли прибегать к столь радикальным мерам теперь, расскажет Илон Румянцева. Прокурор потому и решил вмешаться в ситуацию, чтобы предостеречь людей от экстремальных мер, которые вряд ли помогут, а вот здоровье пожилых людей подорвут. В республике прокурор человек новый, но уже успел разобраться в проблеме, которая тянется годами. После решения одного из судов у 187 человек отняли статус, вместе со всеми льготами и компенсациями. Таким образом возникла ситуация, когда при одинаковых фактических обстоятельствах гражданского дела и судьбы граждан разрешены прямо противоположно. Данная ситуация подрывает доверие граждан к власти, обуславливает протестные настроения среди определенной группы населения. Некоторые граждане, лишенные статуса, уже умерли, не дождавшись справедливого решения. Василий Сергеевич давно ведет бои с сотрудниками разных инстанций. Сумел помочь многим, кто сейчас живет за пределами Карелии. У нас пока военное детство за Анижан не смогло тронуть в сердца тех, от кого зависит решение. 140 грамм на женщину, работающую, искусственные муки давали, а у ней там куча свекор, дети малые, все. Там голод, там мёрли от голода. Есть указ президента, который не отменил. И он четко определил, что все категории граждан, которые содержались в принудительных местах, должны иметь социальный соответствующий статус и должны быть соответствующие льготы. Участники круглого стола договорились отстаивать права малолетних узников в Верховном суде России при поддержке наших надзорных органов. А также решили создать при Министерстве соцразвития общественную приемную, где бы детально разбирались с каждым человеком. Мешательство суда потребовалось и в другой ситуации. Размер арендной платы за использование муниципального имущества в Петрозаводске рассчитывали по методике, некоторые положения которой не соответствуют закону. Такое решение вынес Конституционный суд Республики. Дело в том, что при расчете размера арендной платы по закону должны быть использованы два параметра социальная значимость и вид деятельности арендатора. Но в методике, которая применялась для петрозаводских арендаторов, использовали другие показатели. Прокомментировать решение Конституционного суда мы попросили адвоката Анну Уханову. Есть принцип формального равенства всех перед законом и есть принцип правовой определенности. То есть, если норма права существует, то она должна конкретным образом толковаться, трактоваться и должна иденообразно применяться. И если в методике указано, что коэффициент должен учитывать конкретные критерии, а учитываются совсем другие, то сказать, что вот такой подход говорит о соблюдении вышеуказанных принципов, нельзя. А в связи с принятием постановления Конституционного суда Республики Карелия 21 октября 2009 года, некоторые арендаторы, на мой взгляд, имеют возможность обратиться в администрацию с просьбой пересчитать им арендную плату, которая была ранее уплачена ввиду того, что она исчислялась на основании пункта 11 методики исчисления арендной платы, которая была признана несоответствующим Конституцией Республики Карелия в той части, в которой она допускает неоднозначный подход на практике для определения стоимости арендуемого имущества. Жертвами пожара из-за протекающей кровли чуть было не стали жильцы одного из подъездов дома номер 22 по улице Архипова. Вода заливает проводку. Электрический щиток горел уже не один раз. Однако на жалобы жильцов управляющая компания никак не реагирует. Все льется по щитку. Щитки на этаж ниже практически вываливаются. Электрический щиток на последнем пятом этаже дождевая вода заливает постоянно. Проводку здесь замыкают чуть ли не каждую неделю. Щиток горел неоднократно. Во время последнего происшествия даже вызывали пожарных. Однако исправлять ситуацию в очередной раз пришлось самостоятельно. После этого никакой реакции практически не было. Все скрутки были ликвидированы таким способом, чтобы просто намотали. После чего я что сделал со своей стороны? Заменил просто пакет автоматов. Но опять же после своей замены я вижу, что реально капает. Теперь Антон боится даже включать свет. В его квартире недавно сделан ремонт. И уже видны первые подтеки. У меня замкнула проводка буквально. Это уже неоднократно. К тому же сейчас буквально у меня перестал работать звонок. На четвертом этаже щиток вообще еле держится. Бывало здесь и такое, что электричество отключали на 4 дня. У нас до первого этажа протекало. До первого этажа текло. Прямо здесь все текло. По полу. А между тем капитального ремонта здесь не было уже 20 лет. И такое бездействие коммунальных служб грозит обернуться тем, что мы показывали уже не один раз. Если и вам, уважаемые горожане, есть что нам рассказать, звоните по телефону 51-52-60. Давайте делать новости вместе. Карельская лифтовая компания не имела права приостанавливать работу пассажирских лифтов в многоквартирных домах на Древлянке. Такое заявление сделали сегодня представители управляющей компании «Жилфондслужба». Напомню, 3 ноября лифты остановились в многоэтажках, которые обслуживает эта организация. Случившееся объясняют разногласиями между двумя юридическими лицами. В итоге пострадали простые граждане. Сейчас лифты работают, но осадок у жильцов трех домов на Древлянке остался. Они не знают, когда в следующий раз им ждать неприятный сюрприз. За техническое обслуживание лифтов деньги жильцов берет управляющая компания «Жилфондслужба». Она же перечисляет средства Карельской лифтовой компании, чтобы ее специалисты следили за техническим состоянием лифтов. По словам представителей компании «Жилфондслужба», по итогам полугодия они попросили лифтовую компанию предоставить отчет о проделанной работе и потраченных средствах. Вразумительного ответа не получили. По закону лифты могут быть отключены только если есть неисправности. На сегодняшний день подтверждение законности остановки лифтов отсутствует. Юридские лица должны сами разбираться между собой в судебном порядке, путем переговоров, но никак не должно затрагиваться население. В данный момент сейчас была проведена провокация для того, чтобы вовлечь население в разборку двух юридических лиц. Мы считаем, что это необоснованно и население никоим образом не должно страдать. И гарантируем со своей стороны, что будут приняты все меры для того, чтобы два юридических лица разбирались между собой без привлечения третьих лиц, в том числе населения города, не страдало. Рок Уху попробуем после рекламы. Оставайтесь с нами. Мы отлично знаем, как нужно делать окна. Пять видов профиля. Пять дней поставки. Пять лет гарантии. Империя окон. Отлично сработано. Салоны мебели «Формат» представляют многофункциональные кухни собственного производства, встраиваемая бытовая техника, шкафы-купе и другая корпусная мебель по вашим размерам. Салон мебели «Формат». Теперь и на «Энгельса-17». Обувь, которая привлекает внимание. Обувь, готовая к любой погоде. Обувь на Невского 63. Ральф Рингер для нового сезона. Женские модели – широкий размерный ряд. Выбирая обувь, зайдите на Невского 63. Компания «Век стеклов» – лидер на рынке пластиковых окон Карелии. Мы задаем высокие стандарты, к которым стремятся другие. Мы гарантируем качество и надежность. Завод современных строительных технологий «Век стеклов». Современные кухни. Мягкая и корпусная мебель. Кредит. Бесплатная доставка. Настроение вашего дома в салоне мебели «Адмирал». Правды 36Б. Вам интересны последние события из области образования, медицины, кинопремьер. Вы хотите получать полную ТВ-программу с приложением о звездах кино? Тогда ваш выбор – «Молодежная газета Карелии». Выписывая «Молодежную газету Карелии», вы получаете еще и два приложения – «Семейный клуб» и «Медицинский вестник». Выбор очевиден. «Молодежная газета Карелии». Три газеты по цене одной. С 1 по 30 ноября в магазинах компании «Ройал» объявлен мужской сезон. 30 дней всех покупателей ждут заманчивые скидки на нижнее белье, костюмы, трикотаж и верхнюю одежду до 25%. Встречайте сезон с компанией «Ройал». Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Настоящую рок-уху сварили молодые музыканты школы номер 48. Ежегодно здесь проходит отчетный гала-концерт участников музыкального кружка. В нем учат играть на разных инструментах и выступать на эстраде. Отчетный концерт проходит в виде рок-фестиваля. И так как все группы играют в разных направлениях, фестиваль решили назвать «Рок-уха». Наш корреспондент Александра Репникова оценила идею. Фестиваль «Рок-уха» — это первый фестиваль рок-музыки, который проходит на базе школы. Молодежи такая идея понравилась. В зале нет свободных мест. Всего в фестивале участвуют 5 рок-групп. Некоторые группы уже успели засветиться на концертных площадках нашего города. Например, группа «Радио Сны». Участники команды даже раздавали автографы после концерта. Выступили на фестивале и легенды петрозаводского рока группа «Альтаир». А вот молодому коллективу «Скуллерс» еще далеко до автографов и легендарности. Первая репетиция состоялась у них за две недели до концерта. Этот фестиваль — стартовая точка. Независимо от того, получится что-то сегодня или нет, хотя я знаю, что все получится, мы очень серьезно настроены на работу в дальнейшем, и я думаю, мы будем продолжать. Ребята играют в блюз-рок. Своих песен они еще не успели написать и на концерте исполняли хиты. К этому концерту мы подготовили кайвер-версии на самые знаменитые хиты прошлого столетия. Таких исполнители, как Стива Рейвон, Джимми Хендрикс и Дана Гилдспи. Группа «Скуллерс» тоже своеобразная уха. Участники команды — шесть человек разных возрастов. Самому юному музыканту Ивану 15 лет, а особую пикантность выступлению придает женский вокал. Шеф-повар группы — профессиональный музыкант Владимир Рамус. Он не только руководит командой, но и выступает на концерте вместе с учениками. Владимир Валерьевич и предоставил группе помещение для репетиций в школе. А вот на инструменты пришлось зарабатывать самим. На свою первую гитару я заработал вполне классическим методом работы дворника. Возможно, с таким наставником, как Владимир Рамус, «Скуллерсы» добьются успехов в рок-культуре и на следующую гитару заработают уже своим творчеством. Администрация города предлагает повысить плату за аренду муниципального имущества в Петрозаводске в четыре раза. Об этом наш обозреватель Александр Тихий через несколько секунд. О новости на сегодня все ищите их в интернете на сайте никодефисмедиа.ру. Всего доброго и только хороших новостей. После долгих дебатов комиссия рекомендовала сессии повысить стоимость метра не на 400%, как запрашивает мэр города, а для начала хотя бы на 40%. То есть исчислять годовую стоимость метра не в 100 тысяч рублей, а только в 35. Насколько решение комиссии послужит для депутатов руководством к действию, можно только гадать. Есть только один механизм, которому реально остановить готовящийся документ. Это ни много ни мало партия «Единая Россия». В понедельник состоится партийное обсуждение повестки сессии, и там могут принять категоричное решение во время кризиса никаких повышений арендной платы. И если налицо окажется нарушение партийной дисциплины и непослушание, то могут последовать хирургические выводы. То есть и состава партии могут изгнать депутатов, не признающих партийного устава. Хотя партия может и решить, что пополнение бюджета Петрозаводска за счет закона на полмиллиарда «Есть благо для города и так держать». К тому же подпись под документом все-таки не последнего единоросса Левина Николая Ивановича. Недавно депутат законодательного собрания Михаил Мрыхин выиграл конституционный суд на тему методики определения арендной платы. То есть Петросовет по решению суда вообще оперирует неконституционными нормами и создает необоснованные препятствия хозяйствующим субъектам. Как видите, несколько сил с противоположными мнениями собрались вокруг проекта Левина. Алиханова или Алиханова Левина приоритеты расставьте по своему усмотрению. Пиццаход. Доставка горячей пиццы. 727575. Учебный центр «Инфосфера» приглашает на курсы профессиональной подготовки. Бухгалтерский учет и отчетность. Кадровое дело. Офис-менеджер 1С. Компьютерная графика. Учебный центр «Инфосфера». 57-20-21. Торговый дом «Промышленные масла». Официальный дилер нефтяной компании «Лукоил» в Республике Карелия. 15 лет стабильной работы и более 700 предприятий-партнеров. Торговый дом «Промышленные масла». Заводская 10. Телефон 77-42-97. Ах, если бы мечта сбылась, Какая жизнь тогда бы началась. В магазине «Позитроника» ты купишь ноутбук в кредит без первоначального взноса. Круто! «Позитроника» – Коголевский центр. Сохраняя семейные традиции, мы воплощаем ваши давние мечты. Мебель, созданная нашими лучшими дизайнерами, исключительно для вас. Салон мебели для семьи. Лучшие традиции европейского и русского хлебопечения. Пекарня «Никицкий хлеб». Улица Делей на связи. Ответствие в центру. Пекарня готова. Старай готова. Мы готовы. Запускаем. Улица Делей для любимых малышей. Уникальная методика лечения теперь в Петрозаводске. Сухая углекислая ванна. Лечение более ста заболеваний. Псориаз, дерматиты, бронхиальная астма, климакс, сахарный диабет, простатин. Костная клиника Лизы Чайкиной 5. В магазине Позитроника ты купишь ноутбук в кредит без первоначального взноса. Круто! Позитроника. Коголевский центр. Наши сотрудники каждый день в каждом доме работают для вас. Рекламное агентство «Прома». Включаемся и работаем. Как телевизор. Здравствуйте. На телеканале Ника Плюс время традиционного обзора прессы. На этой неделе газету искали испарившийся миллиард и хозяев Петрозаводской земли. Полистаем подшивку. В Петрозаводском городском совете разгорается скандал, начисто затмевающий уголовное дело против карельского вице-премьера Валерия Бойнича. Как-никак на сей раз речь идет не о 56 тысячах, а о миллиарде рублей. Как пишут аргументы, в столице Карелии пресечена деятельность преступной группы, которая помогала бизнесменам уходить от налогов, обналичивая деньги через подставные фирмы, оформленные на бомжи и студентов. Сообщается, что через счета таких фирм прошло больше миллиарда рублей. По версии следствия, преступную группу возглавлял депутат Петросовета. Как заявили представители МВД, услугами группы пользовались крупные строительные компании республики. На шесть из них уже заведены уголовные дела по факту тяжких налоговых преступлений, ущерб от которых исчисляется десятками миллионов рублей. При этом следователи подчеркивают, что им пришлось иметь дело с людьми, облеченными властью, поэтому в ходе работы возникали определенные трудности. В милиции не сказали, о каком именно депутате идет речь, но один из народных избранников сознался сам. На сайте столицы депутат Якушев предположил, что в заявлении МВД речь идет именно о нем, но он с этим не согласен. По словам Якушева, его действительно вызывали на допрос, как свидетеля по делу об уклонении от налогов против нескольких строительных компаний. По тому же делу изымали документы в офисе юридической фирмы «Союз». Но сам Якушев утверждает, что не имеет никакого отношения к деятельности этой фирмы, а просто занимает соседнее с ней помещение. Карельский политолог Анатолий Цыганков не оспаривает эти слова, но вспоминает некоторые любопытные детали. В частности, в 2007 году Сергей Якушев избирался в Петросовет, будучи юрисконсультом филиала юридического центра «Союз». Относительно политической подоплеки происходящего, Цыганков намекает, что Якушев мог быть лишь исполнителем. По словам Цыганкова, похоже, что в криминальную историю вляпались недавние обличители республиканской власти. Пока в деле увязли только третьи лица, но следствие, разумеется, будет искать настоящих операторов обналичивания. Как пишет газета «Петрозаводск», Якушев прошел в Петросовет от попечительского совета древлянки, который был создан депутатом Карельского парламента Девлетханом Алихановым. По сведениям издания, у Алиханова тоже есть строительные фирмы, но фигурируют ли они в деле, пока неизвестно. По названным в МВД суммам обналиченных денег, ясно, что экономический потенциал столицы республики не так мал, как иногда пытаются представить. Это подтвердила и газета «Коммерсант». Как явствует из перепечатки статьи в газете «Карелия», Всемирный банк провел исследование в 10 городах России, чтобы определить, в каком из них проще всего вести бизнес. Петрозаводск занял в этом рейтинге третье место, опередив Томск, Иркутск, Пермь, Санкт-Петербург и Москву. В качестве критериев оценки деловой среды были взяты сроки и эффективность прохождения процедур по созданию, регистрации и ведению бизнеса. О том, что в Петрозаводске есть что делить, говорит и вновь вспыхнувшая оживленная дискуссия о том, кому следует распоряжаться городской землей. Курьер напоминает, что с прошлого года эти полномочия перешли от городской администрации к Министерству природных ресурсов. Такое решение карельский парламент принял после проверки Минфина, которая обнаружила многочисленные нарушения в распоряжении земельными участками. Достаточно сказать, что, по мнению ревизоров, за два года бюджет Петрозаводска недополучил от продажи и аренды земли почти 200 миллионов рублей. Впрочем, лишившись права выделять участки, мэрия сохранила функцию по их оформлению. В итоге, как пишет Курьер, бездумное разбазаривание земель прекратилось, но и оформление участков застопорилось, поскольку городская администрация этим практически не занималась. Теперь звучит мнение, что конфликт между Петрозаводском и Республикой исчерпан, поэтому земельные полномочия следует вернуть городу. Однако Курьер полагает, что у этой медали есть обратная сторона, и имя ей Петросовет. Он почти поголовно состоит из бизнесменов, которые не проще сами поучаствовать в разделе земли. В результате депутаты могут начать торговлю с мэром. Например, ты дашь нам землю, а мы тебе утвердим бюджет. В случае отказа неизбежен новый конфликт между Петросоветом и администрацией, а в случае согласия участки снова будут раздавать неизвестно кому. Тем самым издание считает, что момент для возврата городу права распоряжаться землей еще не созрел. И на этом с газетами у нас все. Подшивку для вас листал Дмитрий Дюгай. Всего доброго, до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Телефон 77 11 07 Свой стиль для каждого Они такие разные Но их объединяет одно Все они одеваются в третьей линии Гоголевского центра и в магазине мужской одежды на Московской 8 Рекламное агентство Прома Включаемся и работаем Как телевизор Прогноз погоды представляет Северная меховая компания Теплые натуральные шубы из норки, бобра, андатры и лисы Выполненные в лучших традициях русских меховщиков для северной зимы В магазинах Северной меховой компании Молодежный и классический дизайн Качество проверенное временем Огромный выбор головных уборов Кредит Пошив шуб под заказ По прогнозам Карельского гидромедцентра 7 ноября ночью ожидается переменная облачность Преимущественно без осадков Днем облачно с прояснениями Временами снег Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду Температура воздуха ночью минус 3-5 градусов Днем 0-2 градуса Ждем вас в магазинах Северной меховой компании по адресам Меховая одежда, меховой салон, улица Горького, 7 и 15 Северное сияние, торговый центр столицы, второй этаж По данным Банка России на выходные дни установлен следующий курс валют Доллар США 29 рублей 2 копейки, евро 43 рубля 16 копеек Полезная информация бесценна Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа